очередная очередная инвалид очередной и очередной нож буду сейчас его так сказать приводить божеский вид но прежде чем будут приводить его божеский вид сделаю такую небольшую преамбу уж вы меня извините но не хочу передать привет ну так сказать кавычках некоему джеку воробью который который меня учил как делать ножи ножи я буквально недавно закачал на свой канал видео как я делал ножи для бойни так вот сегодня тот человек которому я делал те ножи вот принес мне вот этого ножа потому что он уже две недели почти что режет телят теми ножами и очень доволен он не принес вот такую пилу принес так что там еще один был сердобольный все плакал что я такую пилу испортил но вот захочу я эту испорчу вот еще вот смотрите вот этот металл принес вот еще еще такую пилу принес может я это все показываю людям которые очень любят критиковать других людей в ю тубе а у самих на канале только дуля с маком и все и больше ничего так вот я ему просто хочу сказать мог бы сказать по простому но скажу и по ну как бы сказать культурно прежде чем кого-то критиковать кого-то учить изначало залейте на свой канал хотя бы одно видео ну хотя бы одно но хотя бы там в этом видео были показывать как вы жопу чухаете себе как нужно правильную жопу чукать вы же диванные мастера почти шоссе на диване сидите жопу а то под твой кеда к жопу чухаете уже научились так хоть это покажите как нужно правильно делать она же меня учить не нужно как делаете их уже делай очень 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 много лет сделал их очень много разных и всяких и знаю что почем но это было такая коротенькое вступление а сейчас буду делать вот этот нож сняла блуду и что мы здесь здесь видим и обрубок старого ножа значит попробую вот эту вот заклепку выбить здесь наверное попробую приварить кусок железа чтобы его как-то удлинить она потом пойдет по колодку и я думаю будет держаться похоже тут старой заклепкой и не пахнет здесь нужно делать отверстие искать кусочек железа примерно вот такой и приваривать еще такой вот чтобы было до вареное место будет в колодке она будет держаться я уже такое делал я уже такое делал я уже такое видел значит сейчас буду наверное делать отверстие вот здесь так отверстие сделал или ней прожег электродом потому что тоже крепкое железо оказалось значит сейчас буду сюда доварю вот вот кусочек такой в общем удлиню немного колодку чтобы было длиннее нож удлинил теперь сейчас буду зачищать вот эти все грехи вот здесь все ровнять приготовим все для будущей ручки для будущее буду делать нож дырки не проверить я те же не получилось сталь крепкая пришлось пропаливать электродом так получилось но я думаю от этого хуже не станет провертел отверстие сделал потай и я тут так подумал и решил что нужно все-таки это все взять на клей потому что мало ли что там лопнет или вибрация какая в общем сейчас намазу каю клеем вот так здесь вот здесь намазу каю клеем вот так вот так немножечко под подсохнет и и прилеплю это для того всего лишь на всякий случай чтобы колодка при случае ну не играла то если будет колодка играть она все-таки деревянная то может лопнуть теперь вот это такая некрасивая бутербродина получилась значит сейчас беру вот такой гриндер и начинай придавать ему форму кое-как и ножа этого сделал колодку сделал еще и наверное ну замазать там меня лак остался наверно вак закрою конечно же ничего не можно было сделать своего с этим и раковинами они очень глубокие просто глубокие нельзя ничего здесь тоже видно ну короче говоря этот нож тоже у меня как всегда пойдет на не на выставку а в работу куда же куда пошли и те ножи мои которые некоторые люди так охульно освистали тоже пойдет на войне этот нож так что может завтра вскрою этот лаком чтобы не не поддавать древесину воздействию вредных потому что среда у которой будет работать этот нож это тоже будет кровь сырость грязь вода так что не мешала фона хоть и дубовая нужно чем-то замазать лаком мыть еще еще зачищу чуть-чуть так ухватистый хороший хороший живой это я этот нож делаю и не на выставку и не то что шинею любоваться будут этим ножом будут резать резать все что режется и и и и